В Международном детском центре Артек назвали лучших чтецов страны на всероссийском финале конкурса «Живая классика». Из двух с половиной миллионов участников в пятерку лучших вошла школьница из Западной Двины Акулина Павлова. Подробности у Натальи Чекет. Сначала девушка победила в региональном этапе, который проходил с 6 по 7 мая. И удостоилась чести представлять Верхневолжи на всероссийском финале. Акулина прочитала отрывок рассказа Надежды Тефи о нежности. Включается редко. И все реже. Первый раз посетила она мою душу давно. Душа моя была не более сильной. Первые семь лет человеческой жизни. Девушка поразила жюри проникновенным прочтением отрывка. Выступление Акулины получило высокую оценку судей, в состав которого вошли известные российские деятели. Оценки всегда выставлять непросто, потому что ты не знаешь, кто будет дальше. Особенно первые оценки. Но я всегда стараюсь ставить достаточно высокие оценки. Вообще детей оценивать сложно лично мне. Мне всем хочется всегда ставить высокие баллы. Детей много очень талантливых. Так что это прекрасно. Участников конкурса приветствовал народный артист России, режиссер, актер Александр Михайлов, который поделился своими впечатлениями от выступления финалистов. Вот определишь какой-то талант, и мне очень трудно. Это вот идут мурашки, идут вот так. Захватила я тебя, захватила. Выросли крылья, летит он вот над серой, бытной серой массой. Вот это и есть художник. А как рассказала сама Акулина, услышать свое имя во время объявления результатов для нее было полной неожиданностью. Ведь она не впервые принимает участие в этом конкурсе. Но зайти так далеко раньше ей не удавалось. Когда я услышала свое имя, я была в таком шоке. Я думала, это мог быть кто угодно, но только не я. Но когда произнесли мое имя, я даже сначала не поняла, что это я. Я очень рада. Сейчас Акулина Павлова, как и остальные финалисты, готовится к международному суперфиналу конкурса, который пройдет 19 июня в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. На празднике чтения ребятам предстоит сразиться в декламировании прозы уже не между собой, а с профессиональными артистами, звездами театра и кино.